У каждого улганчанина найдется своя история, как они выезжали, что их сподвигло на это и какая была основная причина. Основная наша причина, как и у всех, наверное, это дети, причем маленькие дети, их надо было вывозить немедленно, а мы продержались, наверное, дольше, на два месяца дольше и даже будущие, бывшие мои друзья, будущие сепаратисты, они уже тогда меня предупреждали, детей говорят, бери и увози, мы своих уже вывезли, вот так звучало. А мы что-то все терялись, терялись и хотя уже вот война она уже была, не то что на пороге, она уже вошла в город, она уже таким каким-то жутким страхом расстилалась по улицам, свершилось, наверное, самое жуткое, это мы попали под обстрел, именно этот обстрел из миномета, когда мы отдыхали в дачном поселке, в общем-то, буквально там в черте города, на юбилейном, кто знает, вот, когда в Сабовке прошли танки национальной гвардии и шли они на аэропорт и вот тогда мы подверглись обстрелу, неожиданно это все произошло, повлетали все окна, казалось, что вот-вот и там какая-то взрывная волна нас тоже накроет и все, короче, погибнем. Это был обстрел сепаратистов, они стреляли на Сабовку, а мы как раз между юбилейным и Сабовкой находились, это дачный кооператив и и они вот так простреливали территорию, все они должны были ее прострелять, чтобы везде, как было известно, в зеленке сидели разведчики национальной гвардии, они никак себя не выдавали, если только случайным образом, соседка по даче там пошла в район камышей, там, выкидывать там мусор, что ли, какой-то, вот, а тут на нее из камышей смотрит какая-то страшная физиономия в камуфляже и она аж бросила и потом рассказывала с каким-то жутким каким-то таким вот впечатлением, да, они действительно, они везде, они и наводчики, они прослеживают ситуацию, собирают информацию, но не вступают ни в какие контакты ни с кем, ни с местными жителями, тем более с сепаратистами. Обстреливали, да, стреливали сепаратисты, собственно говоря, они всегда этим занимались и для них, что в район тепличного стрелять, что там в район какой-нибудь школы, детского сада, так это же, наверное, милое дело, удовольствие, а потом распространять заведомую ложь уже в средствах массовой информации, луганское телевидение полностью транслировало Лайф Ньюс, канал Россия-1, который стал вдруг называться еще Луганск-24, вот, и по этим каналам, которые являлись единственными источниками информации телевизионной, вот, по ним передавали сообщение о том, что город обстреливает национальные войска, вот, показывали жертвы, все это быстро смаковалось, причем корреспонденты этих телеканалов, они тут же оказывались на месте, так сказать, бомбежки, там, провокации этих, и тоже с чувством, с толком, с остановкой, нам рассказывали, как это произошло, и как это случилось, и кто это сделал, естественно, это, по их словам, это были представители национальной гвардии, вот, конечно же, вдумчивые люди, а их достаточно много в Луганске, и они никоим образом не сепаратистски настроены, не пророссийски, патриоты своей страны, своего Луганска, не на йоту не верили ничему, никакой вот этой лжи, пропаганде.